всем привет сегодня речь пойдет о черемше я как-то немного упустил этот момент потому что черемша это сезонный продукт собирает ее как правило в апреле и в мае также называют как дикий чеснок и медвежий лук ее можно как купить на рынках в магазинах ну и насобирать лесу где она растет вот так выглядит дикорастущий медвежий лук посмотрите какая красота даже есть специальные онлайновские карты где показаны места где произрастает черемша только будьте осторожны если пойдете в лес сами собирать поговорка ты меня не проведешь хрен на ландыш не похож в этом случае черемша очень сильно похожи на ландыш который начнет в мае тоже цвести а он ядовитый поэтому если не хотите умереть то попробуйте сначала на вкус а вкус ли это чеснока и только после этого собирайте еще один момент если вы живете в германии чтобы не получилось так что вы собираете его заповедной зоне а то поймает вас лесник и покажет кузькину мать проще купить но я начну готовить посмотрим что я успею сегодня приготовить мне хочется просто чтобы вы еще как-то застали сезон и что-то могли повторить черемшу я уже два раза промыл стоячей воде не в проточной потому что неизвестно сколько слизняков придавалась любви на этих листьях да и птицы пока еще не научились пользоваться общественным туалетом но у них принципе общественной везде значит я отделил листья от стеблей стебли мы не выбрасываем мы их также пустим в дело так но у меня уже черемша начала немного цвести цветки я отделил их я удалю а есть такие более зеленые не раскрывшиеся бутоны вот такие их я также использую по назначению на это выбрасываю как альтернативу для черемши можно взять лук джусай который хорошо известен жителям в азии для меня например сложно отличить по вкусу джусай от черемши но есть такие которые скажут я коня наскаку указу на вазу залог от себя смогу укусить я не отношусь к тем людям поэтому говорю так как есть лук джусай сейчас мои можно купить на рынке без проблем эту часть я отрежу я могу ее использовать если я буду готовить мясо в духовке просто для аромата также отделю листья от стеблей и добавлю к основной черемши в общей сложности я купил 200 грамм черемши и 100 грамм лука джусай заплатил я за все 5 евро поэтому подумайте если вы собираетесь поехать в лес специальные за черемши то сколько вы потратите на бензин но это так на всякий случай я просто покажу сколько можно приготовить с этого количества то есть показать а стоит ли овчинкой выделки ехать бегать по лесам из черемши я сегодня приготовлю открытый лотаринский пирог основа песочное тесто которое я сделал на днях ссылка в инфокарте в правом верхнем углу такой пирог конечно было бы в идеале выпекать специальной форме для тартов она такая невысокая и у нее снимается дно это очень удобно а еще лучше такие формы для тарта со съемным стеклянным дном можно всегда в любой момент посмотреть а пропеклось ли дно возьмите это на заметку у меня такого нет поэтому я буду выпекать в том что имею под рукой у меня конечно есть альтернатива я вам покажу для начала мы раскатаем тесто тесто с холодильника она холодная укладывая тесто между двумя листами для выпечки и раскатываю от середины и поворачиваю на 45 градусов какую сторону неважно по часовой или против часовой во время раскатывания теста я уже включил духовку на 180 градусов вверх-вниз чтобы она прогрелась вот как раз стандартные листы для выпечки бумаги указывают нам что мы уже достигли нужного размера так но у меня форма в которой я буду выпекать нижняя часть составляет 26 сантиметров набиваю дырочки в этом месте чтобы тесто не поднималась при выпекании делаю вот такие надрезы до вот этой кромки вы конечно можете перенести тесто намотав его на скалку это ваше личное дело вы можете форму смазать я буду выпекать прямо на этой бумаге у меня несколько вариантов чем я могу выпекать силиконовой не рекомендую неудобно и долго такой разъемной форме вполне хороший отличный вариант но я сделаю еще проще у меня просто сковорода сама по себе невысокая и в ней будет такой киш смотреться намного лучше и отправлю тесто сковороду излишки теста я просто-напросто отрежу следующим шагом тот лист бумаги который у вас остался отправляем форму высыпаем у меня в данном случае чечевицу у вас может быть это рис может быть фасоль я просто пользуюсь ею не один раз поэтому после каждого выпекания чего-либо такого плана я ее не выбрасываю а осужаю и обратно убираю в пакет потому что готовить ее потом уже все это именно только вот для таких вещей делается это для того чтобы придать тесту при выпекании структуру чтобы она просто у нас не осела и отправляю на 180 градусов на 15 минут вверх-вниз среднее положение духовки вот так серединочку следующим шагом бланширую черемшу буквально вот коротенько закинул и сразу же вынул сразу лед мгновенно охлаждаем то есть буквально 10 секунд не больше потому что мы хотим чтобы черемша сохранила свой вкус чеснока а бланчировать будет правильно тем что цвет сохранится лучше так ну и следом отправляем брокколи буквально 150 грамм количество всех ингредиентов у меня под видео как обычно бланширую вот буквально одну минуту не дольше я мог бы конечно и сырым отправить брокколи запекаться но как я уже говорил свет будет ну совершенно не тот поэтому вот ее нужно чуть-чуть в воде припустить вот немножечко но так чтобы она не развалилась и не стала кашей все минутка прошла я и точно также охлаждаю в той же самой воде лед у меня еще имеется так ну вот бланшированный медвежий чеснок я вот так вот нарезаю брокколи у меня в сети избавляются от излишков жидкости так теперь мне понадобится немного сыра фета и я ее поломаю вот на такие небольшие кусочки она будет очень хорошо сочетаться с брокколи и черемшой и мне понадобится моцарелла так как фета но она при выпекании она не плавится мне все-таки хочется чтобы присутствовал в моем кише сыр который плавится я выбрал для себя моцареллу тоже немного на рву и отправляю в отдельную чашку остывать тесто я еще раз отправляю в духовку при той же самой температуре я посмотрю на 5 или на 10 минут будет видно так но пока тесто запекается за пять минут я еще успею вполне сделать песто для этого я отправлю наши стебли в мерный стакан налью немного оливкового масла буквально 40 миллилитров для начала так ну вот эту часть я удаляю а эту часть все стебли мы из них цели все что можно было взять так отправляем все обратно в мерный стакан добавляю черемшу добавляю обжаренные кедровые орешки еще немного масла добавляю соли немного потому что мы еще будем добавлять пармезан и вот теперь я добавляю пармезан самом конце а то сэр имеет такую способность если его долго пюрировать то жир начинает отделяться и это потом выглядит не аппетитно это не всегда так происходит но бывает очень редко пробую на соль готова так ну вот пробовал мне еще все-таки 10 минут уберу пока в сторону до при приготовлении песто забыл еще упомянутый маленький момент если вы хотите чтобы у вас песто было максимально долго зеленым добавьте немного лимонного сока перемешайте и храните я сделал буквально совсем чуть-чуть мне много не нужно если я буду видеть что у меня слишком много песто то я часть какую-то заморожу подготавливаем заливку на профессиональном немецком языке она называется royal массы но по-русски возможно просто заливка какое понадобится мне количество я точно не знаю так как в такой сковороде я не делал но я примерно знаю сколько нужно пример значит я беру 3 яйца каждый по отдельности на случай если какой-то будет пропавшие ну вот у меня вес трех яиц составил 150 грамм это одна часть и мне нужно две части жидкости это 300 грамм вот эти 300 грамм или 300 миллилитров грубо вы можете взять либо молоко либо сливки либо перемешать у молоко со сливками это ваше личное дело вы можете даже добавить какую-то часть густой жирной сметаны как вы хотите я сегодня ограничу немного калории и добавлю только молоко а это 300 миллилитров вот не хватило мне немного молока и я это количество замещу самым обыкновенным сливочным сыром добавлю соли натру немного мускатного ореха в пределах нормы не перемускать те он очень доминантный немного черного перца ну и все это я пробиваю пробую на соль при этом помню что в это у меня соленый сыр мне то соли что я добавил достаточно мы начинаем сборку распределяю медвежий лук по поверхности равномерно это кстати просто один из вариантов киша вы можете добавить любую другую начинку распределяем моцареллу так ну вот дошла очередь и до крокколи заливаем нашей массы всего у меня 450 миллилитров так ну и могу добавить для контраста помидоры черри их я кстати присолю потому что они у меня никакие дождан много сахара ну и так чтобы у меня все это не сгорело отправлю я доготавливаться при температуре 160 градусов примерно на 20-25 минут так ну пока я пирог не отправил запекаться что-то мне подсказывает что все таки у меня заливки немного маловато поэтому я добавлю еще одно яйцо как говорится лучше перебздеть чем недобздеть да и это было правильное решение на работе в большие противни я знаю что у меня туда помещается 1,8 литров поэтому думаю такого еще не делал до духовку я включил с конвекцией забыл сказать что еще интересного если вам кто-либо будет рассказывать что после поедания черемши запаха чеснока не будет исходить это бред сивой кобылы люди от вас будут шарохаться и еще как в готовом виде то есть запеченным вот как я сейчас делаю часть запаха сгладится но если вы поедите песто или сливочное масло с черемшой который я сейчас делаю то тогда я вижу уже один вопрос который возникнет а можно ли ее замораживать да ее можно замораживать конечно какую-то часть своих свойств она потеряет но тем не менее я покажу вам как бы сделал это я значит вам понадобится вот такой вот пакетик а когда называется по русски даже не знаю клипса короче вот таким пластиковым замком помещаем обсушенную черемшу набираем чашку воды ну потому что вакууматор есть не у каждого а чем меньше воздуха у нас в пакете тем лучше так защелкиваю но теперь мне нужно избавиться от лишнего воздуха как это можно сделать вставляем вот такую вот трубочку и опускаем пакетик воду это можно так сказать своего рода вакууматор на халяву но и все трубочку убираем и замок защелкиваем ну вот пожалуйста ребята и девчата вы завакуумировали вашу черемшу и в морозильник надеюсь был полезен пока пирог печется у меня еще вагон и тележка я за это время успею приготовить сливочное масло с черемшой так масло комнатной температуры мягкая добавляю соль я люблю чтобы у меня масло такое было соленое потому что потом я буду его использовать при поедании стейков достал с морозилки отрезал шмоточек на стейк она растаяла приятный запах чеснока и солененькое масло красота даже соуса не надо добавлю еще сока лимона буквально чуть-чуть ну и взбодрю масло до белого пышного состояния ну вот масло я взбивал буквально пять минут до обратите внимание что я взбивал его без черемши ни в коем случае не добавлять ее при взбивании иначе вся ваша порубленная черемша будет цепляться за лопасти и потом у вас масло будет при взбивании лететь во все концы точнее во все стороны так как концы прикрыты фартуком тщательно перемешиваем ну здесь формула простая значит у меня 250 грамм сливочного масла вот я добавлю ровно десять процентов то есть 25 грамм черемши ну и теперь придаем маслу форму мы закручиваем ее как конфетку все и отправляем в морозильник и такое масло мне нужно будет съесть в течение шести месяцев потому что потом масло начнет желтеть и отдавать неприятным вкусом она просто стареет если здесь собрался воздух его можно зубочисткой удалить ну и скручиваем масло точно также конфеткой как и первую колбаску масло кочевряжется не хочет принять нужную форму здесь делается следующий труб еще раз ее пленкой проворачиваем и докручиваем дальше ну вот и все ну и закрепить чтоб она не раскрутилась готова все друзья киш мой готов значит смотрите что я сделал я прогонял его 20 минут при температуре 160 градусов с конвекцией среднем положении духовки но он был у меня еще не готов затем я духовку переключил на 200 градусов только верхний обогрев с конвекцией еще на 10 минут потому что снизу пирог у меня уже готов мне его не нужно было чтобы он сверху и снизу меня готовился одновременно потому что тесто уже давным давно готова мне нужно было чтобы яйцо свернулась что и произошло все даем теперь пирогу остыть и он готов можно есть можете есть его как холодным но лично я предпочитаю теплым так друзья у меня печальная новость пирог еще не остыл но домочадцы уже требует его поэтому буду делать как в цирке значит смотрим сверху доску и быстро переворачиваю видно что он не остыл поэтому часть пирога собирается с бумагой но это мелочи жизни после того как пирог у вас остыл его разрезать желательно вот именно в перевернутом состоянии он так просто лучше режется он не крошится нож после каждого среза нужно споласкивать ну и последний срез готова опять сверху тарелку и перевертыш ну вот как то так ну что друзья подведем итоги из 300 брутальных грамм то есть брутто даже еще не очищена черемши я приготовил пирог я приготовил 300 грамм масла для стейков но я приготовил переменно 180 грамм песто из черемши я решил опять неожиданно вклиниться я вам не показал пирог на разрезе и не попричмокивал в камеру но этого и не обязательно я расскажу вам о своих ощущениях и так мои постоянные подписчики знают что примерно 70 процентов того что я показываю на канале я готовлю дома впервые а то и вовсе впервые и те ошибки которые я совершаю я о них рассказываю в этом пироге мне все понравилось мне лично мне не хватило немного вкуса черемши она потерялась поэтому вот то песто которое мы приготовили когда будет пирог готов слегка кисточкой сверху пройдитесь и тогда будет замечательно или просто пробейте блендером черемшу в оливковом масле с солью и также промажьте будет великолепно ну а так все будут вопросы задавайте в принципе друзья ничего сложного не будет особенно приятно если вы что-нибудь из этого приготовить и потому что как я уже сказал сезон недолговечный раз-два и общался то есть закончился ну а я с вами прощаюсь до новых видео